Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы с вами читаем книгу пророка Осии для библейского портала экзегет.ру. На очереди у нас вторая глава этой книги. Первая, вторая и третья главы книги пророка Осии являются вводными не только по отношению к дальнейшему содержанию этой книги, но вводными ко всей книге двенадцати малых пророков, ко всей книге Трей-Асар, книге двенадцати. И, быть может, не случайно, что именно эта книга открывает корпус двенадцати. Ведь ничто иное, пожалуй, из содержания всех других книг, входящих в двенадцать, не могло бы так вот ярко и наглядно служить предисловием ко всей этой пророческой историографии книги двенадцати. Супружеская метафора, брачная метафора, матримониальная, которая открывает книгу Осии, это первая глава и третья. Они нам говорят об отношении Бога с Израилем. Эти отношения регулируются заветом, который Израиль заключил со своим Богом, с Господом. Израиль должен быть верен своему Богу, как верна жена мужу. Но Израиль не оказался верным своему Господу. И дальше, вот в этой нынешней нашей второй главе будет описываться, будет, вернее, пророчество, которое в жанре судебного процесса. Против Израиля будут выдвигаться судебные обвинения и последует наказание судебное. Форма судебного процесса используется для пророчества о наказании Израиля. «Говорите братьям вашим, мой народ и сестрам вашим помилованные, судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, а я не муж ее». «Риву», глагол «рив» — это судиться, спорить, имеется в виду именно судебная тяжба. Здесь не суд, не судебный, не само судебное определение имеется в виду, а вот именно судебная тяжба. Глагол «рив» — ссориться, судиться, вести судебную тяжбу. Здесь мать — это Израиль, а дети — это израильтяне сами, а муж здесь в этой сцене, в этом образе — это Господь. И жена его — это тоже Израиль. Согласно израильскому законодательству, человек не мог оставаться с женой своей, если она уличена в любодеянии, в прелюбодеянии. Он должен с ней развестись. Этого требует закон. Неважно, были ли к тому времени уже сформулированы нормы второзакония, нормы второзакония формулировались тоже не на пустом месте. Вот такая была судебная норма в Израиле. Муж должен был развестись со своей женой. И жена оставалась ни с чем. Жена изгонялась из дому. Она не могла взять с собой ни детей, ни имущество. В некоторых восточных странах, в частности, например, в Ливане, вот и сейчас законодательство такое же. Поэтому женщина десять раз подумает, прежде чем что-то делать. Начинать разводной процесс со своим мужем, бракоразводный. Потому что в таком случае она останется и без детей, и без имущества. Вот об этом, собственно, дальше и будет здесь идти речь. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяния от грудей своих. Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынью, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждаю. Здесь жена, прелюбодейка, с которой разводится муж, это не только израильский народ, но это и сама земля Израиля. Сама почва опустеет, не будет урожая, не будет растений. Женщина выставляется ногой, в чем мать родила, в результате судебного определения, в результате бракоразводного процесса. Когда пленников уводили в Ассирию, израильских, позднее потом иудейских пленников, в Вавилон, то по обычаям того времени их брили наголо, сбривая все их волосы, и обнаженными, иногда одетыми в мешковину, иногда обнаженными, скованными цепями, длинными вереницами, пешком уводили далеко на север, на северо-восток, в Междуречи, в коренную Ассирию. Буквально исполнится таким образом в какой-то мере это пророчество. «И детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их, ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерстелен, елей и напитки». То есть дают урожай. Вавил почитался на Ближнем Востоке богом дождя. Буквально это переводится «хозяин», «господин», «ваал». Согласно угорицкой мифологии, угорицкой поэзии, он тот, кто разрывает катаракты облаков. Что такое дождь на Ближнем Востоке, я думаю, понятно всем. Нет дождя, значит, будет засуха. Будет засуха, не будет урожая. Не будет урожая, будет голод, а значит, смерть. Дождь — это жизнь, отсутствие дождя, засуха — это смерть. Когда засуха грозила погубить урожай, тогда валу приносили жертвы. И разные приносились жертвы в то время. Но не только жертвоприношениями пытались люди умилостивлять бога дождя, они еще и пытались его умилостивить, спровоцировать его на то, чтобы он послал, наконец, дождь, тем, что в своих капищах, посвященных валу, они устраивали то, что называется ритуалами плодородия, культами плодородия, где были посвященные культу Аллы или культу Иштар, женщины, мужчины, и занимались они там тем, что называется в науке культовой или сакральной проституцией. Возможно, культовой сакральной проституткой была и жена пророка Осии Гомер. Вот что здесь называется блудодейство ломать их. То есть, израильтяне почитали иных богов, таким образом, изменяя своему богу, Господу, тому богу, который вывел их из земли египетской, богу Авраама, Исаака, Якова, богу Моисея, богу Иисуса Новина, богу пророков, израильтяне ему изменяли. Таким образом, совершали духовное, религиозное прелюбодеяние. Но мы это увидим дальше, что есть две стороны прелюбодеяния Израиля, есть две стороны этого любодейства. Одна из этих сторон — это идолопоклонство, служение другим богам, а также религиозный синкретизм, когда чистая Моисеева вера смешивается с местными ханонейскими культами, местными ханонейскими верованиями. А вторая сторона — это политика. Израиль проводит блудную политику. Он думает, какому царству-государству себя повыгоднее продать, с кем бы заключить тот или иной вассальный договор со Сирией, с Египтом, а, быть может, объединиться с Сирией, с Дамаском, вместе напасть на Иудею. Отзвуки Сиро-Эфраемитской войны прозвучат дальше, в пятой главе книги. И мы это услышим. Мы их услышим. Идолопоклонство и внешняя политика Израиля, неправильная с точки зрения пророка, — это две стороны прелюбодеяния. По сути, это одно и то же для пророка Осии, потому что политика для него, для этого пророка, быть может, более чем для всех других пророков, — это одна из форм Идолопоклонства. Вместо того, чтобы хранить вассальный договор с Господом, Израиль думает, как бы спасти себя вассальными договорами с иноземными державами. «Зато я загоражу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Продолжается развитие этой метафоры. Господь здесь, через своего пророка, сравнивает по-прежнему Израиль с блудной женой, которая изменяет своему мужу и сама гоняется, как это ни позорно, за своими любовниками, а те от нее убегают. Она их не может догнать, не догонит их. Она их ищет и не может их найти. И тогда она, понимая, что осталась без шерсти, льна, елея, напитков, хлеба, воды, безо всего, что является ее жизнеобеспечением в Святой Земле, в земле обетованной, в земле Израиля, она, наконец, поймет, что не любовники обеспечат ей благоденственное и мирное житие, а что только единый, истинный ее муж может ей вернуть то, что она имела. Она его, собственно, от этого мужа и получала, от своего Господа, а не от любовников. Но она об этом не знала. Может быть, она об этом знала теоретически, но практически она вела себя так, как будто бы не знала этого. А не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и элей, и умножил у нее серебро и золото, из которого, увы, сделали Ваала. И серебро, и золото тоже дает Господь. Не только хлеб и воду, и не только вино и элей, но и серебро, и золото. И вот из этого, данного Богом серебра и золота, сделали Ваала. Вспомним историю Исхода. Там тоже Израиль ведь обобрал египтян, забрал у них украшения золотые, серебряные, и вот из них потом сделали истукана, сделали золотого тельца. Народ заставил Аарона, и был совершен этот страшный грех во время отсутствия Моисея. Грех золотого тельца. Этот грех повторился многократно в Северном Израильском Царстве, повторялся многократно, начиная с Иеравама I, основателя Израильского Царства, который установил двух золотых тельцов, одного в Бейтеле, на юге своего царства схизматического, а другого на севере, в городе Дан. Как бы такие вот государственные тельцы, которые охраняли пределы Израильского Царства. Все это повело Израиль ко греху, грех Иераваамов. И каждый последующий царь повторял этот грех, совершал его, коснел в этом грехе. Что здесь говорится дальше? «Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и от ему шерсти лен мой, чем покрывается нагота ее». То есть не будет урожая, видимо, не будет дождя. И этот дождь отымет не Ваал, которому служили израильтяне вслед за своими хананейскими соседями, а подавал этот дождь Господь, Бог Израилев. И вот этот дождь будет отнят, и поэтому не будет травы на полях, нечем будет питаться животным, из шерсти которых делается одежда. И так же не будет льна, растительного вида одежды. И не будет того, чем напитаться, не будет хлеба и не будет вина. Хлеб и вино – основные элементы трапезы на Ближнем Востоке и в Междуречи. «И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторнит ее из руки моей». Израиль потеряет свою независимость. Израиль окажется нагим, пред тем, кто здесь назван любовниками, наземные державы, а также божества этих держав. И никто не сможет этому воспрепятствовать. «И прекращу у нее», то есть у Израиля, в образе женщины предстоит Израиль, неверной Богу жены, «И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее, когда нет урожая, когда голод, когда нет родной земли, когда народ пребывает в изгнании, в рабстве, то до какого там веселья уже, до каких праздников субботы новомесячей? «И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорила, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои». Все эти божества хананейские, Ваала, Старта, так полагали и так говорили израильтяне, но на самом деле это было не так. «И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их». Не будет возделываться виноград, все это засохнет, будет истреблено, вместо этого вырастут повсюду деревья, и дикие полевые звери будут там, среди этих деревьев, находиться. Совсем недавно я побывал на юге Тверской области, и мне показали огромные-огромные просторы, на которых поляны, перелески, на которых растет много-много молодых берез. И сказали, вот здесь когда-то, 30 лет тому назад, колосился лен, колосились другие культуры, злаки разные. Теперь здесь нет ничего. И действительно, бегают дикие звери, кабаны, лисы, шумят вершины берез, там, где когда-то колосились хлеба. Примерно то же самое происходило в Древнем Израиле, когда обитатели израильтяне были угнаны в Ассирию, когда полевые звери стали господствовать на их когда-то плодородных землях, усаженных виноградниками. Это наказание Господне, которое постигло народ Божий. «И накажу ее за дни служения ваалам, когда она ходила им и украсив себя серьгами и жерелями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь». Много было любовников, поэтому названы здесь ваалим, ваалами, во множественном числе эти ложные боги, суетные божества, любовники Израиля. Всю свою любовь Израиль должен был отдать тому, кто его возлюбил, своему Богу, Господу, своему единому искупителю, а не расточать ее на ложных богов, на любовников. Но тут вдруг резко меняется тема. Казалось бы, Израиль наказан, истреблен, земля его погибла, но это не конечная цель божественного промысла. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в одни юности свои, и как в день выхода своего из земли египетской». Удивительно происходит то, чего не бывает по природе и чего не должно быть по израильскому законодательству. Жена, изменившая своему мужу, получившая от него разводное письмо, выброшенное, выставленное на улицу, на позорище, без ничего, обнаженной, лишившееся всего, что имела, она вновь ищется своим мужем, он ее ищет, он увлекает ее. Так бывает, когда юноша увлекает свою невесту. Но почему здесь этот образ используется для восстановления отношений, которые погибли, казалось бы, раз и навсегда, эти отношения уже невозможно восстановить, как невозможно склеить разбитый в дребезги сосуд. Но, однако, это происходит, потому что любовь Божия, любовь Господня, она преодолевает все, и вот Господь увлекает ее в пустыню. В книге Второзакония сказано, что если муж развелся со своей женой, а потом вновь захотел бы вдруг ее взять себе в жены, то это строго запрещается законом. Он по закону не может. Закон запрещает ему вторично взять в жены женщину, с которой он уже развелся. Но здесь этот закон преодолевается. Некоторые называют поэтому пророка Осию предтечей Нового Завета. Здесь показывается, что преодолевается тот обычный закон, обычное представление, закон воздаяния и правила, согласно которому, получив наказание, получив воздаяние, человек, чтобы вернуться к своему Богу, должен покаяться. Но вот Осия нам говорит, что покаяние здесь никакого не происходит со стороны Гомери, то есть со стороны израильтян, увлекающихся идолопоклонством, служением иным богам. Но, однако, Господь все равно продолжает миловать, Он увлекает ее, эту женщину, обратно и вновь начинает говорить, обращаться к ней, к ее сердцу, увлекаясь в пустыню. Здесь напоминается о том времени, когда Израиль странствовал по пустыне, о временах исхода. Это романтическое время, о котором здесь звучит воспоминание, о котором говорится ностальгически. Вот это идеальное время, оно, идеальные отношения между Богом и Израилем, они вернутся, они не возвратятся, хотя, казалось бы, они навсегда потеряны, эти отношения, эти близкие отношения, настолько близкие, каковы отношения мужа с женой. Эти отношения Израиля со своим Богом уже не воротишь, их не вернешь, но вот Господь преодолевает эту невозможность, Он восстанавливает, и Он, а не Израиль, является инициатором восстановления этих отношений. Удивительно. Вспомним притчу о блудном сыне в Евангелии от Луки. Евангелиста Луку Данте называл скрибом Мансветуденис Кристи, писец милосердия Божия. Почему? Благодаря тому, что в этом Евангелии очень много притч о милосердии, о безусловности божественной любви, о милости, о Божьей милости, которая ничем не обусловлена. Вот одна из этих притч о милосердии, это притча, которую мы называем притчей о блудном сыне, но, пожалуй, более правильно было бы назвать ее притчей о милосердном отце. Он, отец, главный персонаж этой притчи. Покаялся ли этот несчастный сын, непослушный, предавший своего отца? Покаялся ли он, когда стал испытывать голод и над ним нависла угроза голодной смерти? Покаялся ли он, возвращаясь, сидя укрыто со свиными рожками, а потом возвращаясь к своему отцу? Действительно ли это было покаяние, обращение? Или им двигал лишь холодный расчет, лучше я смирюсь, лучше я унижусь перед своим отцом, бывшим уже по закону отцом, чем я помру от голода? Может быть, он смилостивится надо мной, и я останусь жив. И если действительно и произошло когда-то покаяние этого персонажа этой притчи, то оно произошло в объятиях отца, а не до этого. И вот здесь, если у Израиля и случится покаяние, его обращение ко Господу, к которому непрестанно будет призывать пророк Осия, этот блудный, прелюбодействующий от Бога народ, то это произойдет тогда, когда он переживет в своем опыте божественное помилование. Не сначала покаяние, а потом помилование, но сначала помилование, а потом глубокое внутреннее экзистенциальное обращение, восстановление разорванных, казалось бы, раз и навсегда отношений. Именно таковой порядок устанавливает пророк Осия. Именно о таковом порядке он говорит. Порядке, противоположном обычному для Ветхого Завета порядку. Порядку, который скорее характерен для благодати Нового Завета, благодати незаслуженной милости. И поэтому пророка Осию часто действительно называют предтечей Нового Завета. И дам ей оттуда Израилю, предстающему здесь в образе женщины, оттуда виноградники ее и долину Охор в преддверии надежды Петахтиква. И она будет петь там, как во дни юности своей и как в дни выхода своего из земли египетской. Романтические, былые, казалось бы, навсегда потерянные отношения будут восстановлены. Мы знаем из истории Израиля, из дальнейшей истории, что вот с этим северным десятиколенным царством этого, к сожалению, не произойдет. А если и будет восстановление, если и будет возвращение, если и будет реставрация всего былого, и под единым главой будут снова жить израильтяне, то это произойдет с иудеями, с теми, кто гораздо позднее будет окажется в плену, в изгнании. Но, увы, не с израильским северным царством. «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». Тот день – это день Господень. Это синонимы день Господень, день восстановления божественной справедливости, день окончательного вмешательства Бога в историю своего народа и в историю всего мира, день торжества, окончательного и полного торжества божественной справедливости. Часто день Господень, Йом плюс имя Господне, священная тетрограмма, заменяется синонимом словосочетанием «тот день», «айом агу». Вот в этот день, в тот день, День Господень, говорит Господь, эти отношения будут таковыми, что Израиль уже будет звать своего Господа, своего Бога, «муж мой», а не будет звать его «ваали». В общем-то, «ваали» тоже означает «господин мой» и в современном слове «употребление», в современном «аврите» также может означать и «муж». Но вот имена «ваалов» будут удалены, говорится в следующем стихе. «Удалю имена «ваалов» от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их». Служение «ваалу» прекратится. Здесь говорится о тех благословенных временах, когда Израиль, но скорее уже не Израиль, а Иудея, южные колена, возвратятся из долгого плена, из долгого рабства. И в те времена уже не будет более никакого призывания имени от этих ложных божеств, прежде всего «ваалов». Так оно, собственно, действительно и произойдет, когда, согласно эдикту Кира, царя персидского, иудейские племена, часть иудеев, остаток, возвратятся в землю Израиля. И в эпоху второго храма, в персидскую эпоху, в эллинистическую эпоху и позже, Израиль уже не будет заниматься идолопоклонством. Видимо, получит очень мощную прививку, мощное противоядие. Иудейские племена получат от этого самого главного, своего запинающего греха – идолопоклонства. «Имена валов будут удалены, и не будет с поля вспоминаемы имена их». Здесь имеется в виду подвалами, имеется в виду божества хананейские. «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями, с птицами небесными, и с присмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности». Гармония, благоденствие будут характеризовать не только отношения Бога с Израилем, но и отношения Израиля с окружающей средой, с самими даже птицами, зверями, со всей землей, и даже с гадами, присмыкающимися на земле. «Будет мирное и благоденственное житие. Лук и меч будут сломлены, и война истреблена». Скажет позднее пророк Исаия в своем этом эскатологическом видении, предвидении, пророчестве, что «перекуют мечи на орала и копья свои на серпы, точнее, на виноградные ножницы, на садовые ножницы». И все это исполнится. Когда это исполнится, мы не знаем. Вначале, видимо, это исполнится с пришествием Мессии, с пришествием Господа нашего Иисуса Христа, который провозгласит Царство Божие, грядущее в силе. Но по торжеству мира и благоденствия, и гармонии божественной, которая воцарится на земле, видимо, будет уже окончательное исполнение всего этого в далекой эскатологической перспективе, в перспективе Дня Господня, в перспективе того дня, ожиданием которого еще продолжает жить церковь. «Я обручу тебя мне навек, я обручу мне тебя в правде и суде, в благости и милосердии». Казалось бы, невозможное по закону восстановление отношений совершается. Израиль вновь, словно невеста, обручен своему Господу. Израиль здесь невеста, Господь — это жених. И Израиль уже не блудная жена, гоняющаяся за любовниками, но вновь обрученная своему единому истинному жениху невеста. Отношения восстановлены. Господь восстанавливает эти отношения, несмотря на, казалось бы, невозможность их восстановления. Богу все возможно. «И будет в тот день, опять тот день, я услышу, — говорит Господь, — услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и илей, а сии услышат и Израиль». Израиль — долина, название которой означает «Бог сеет», она вновь будет усеяна, и будет дождь посылаться Господом, и будут произрастать хлеб, виноград. Из этого хлеба и винограда будет делаться хлеб и вино. Будет также елей, оливковое масло, будут вновь зеленеть оливковые рощи, приносить свои богатые плоды. А Ефремова Нагорье, Израиль и Израильская долина, они очень были знамениты тем, что производили много елея. И даже этот елей поставлялся в окрестные страны, в частности, в Египет. В Египте оливки не растут, поэтому Израиль был поставщиком елея для египетского царства. «И поселю ее для себя на земле», имеется в виду земля Израиля, обетованная земля, «и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ», а он скажет, ты мой Бог. Далее, в третьей главе будет продолжено развитие вот этой самой супружеской метафоры, которой описываются отношения Бога со своим народом, отношения Израиля с Господом. А вторая глава на этом заканчивается. Вторая глава, описывающая восстановление отношений, является главой, внушающей надежду, несмотря на наказание, истребление, надежду воскрешения, надежду восстановления былых отношений. Эта надежда, несмотря на всю трагичность и на всю, казалось бы, фатальность всего, что описывается далее в последующих пророчествах Осии, эта надежда восторжествует и в последней, заключительной, 14-й главе книги. Но вот здесь она впервые, эта надежда громко звучит, громко провозглашается. Мы с вами, дорогие друзья, продолжим читать книгу пророка Осии. В следующий раз эта запись делается для портала exeged.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok